всем привет привет прошу прощения я поправила освещение в камере всем привет моим подписчикам любимым особый привет большое спасибо вам за поддержку что поддерживаете меня очень многие стали моими друзьями мы переписываемся ватсап с некоторыми девочками большое спасибо вам за поддержку хочу напомнить новеньким и сказать кто не знает у меня есть группа вконтакте у меня есть страница в инстаграм это позорные такие же самые как и здесь на канале мила бали без моей собаки никуда кому не нравится извините но у меня собака член моей семьи вот она ей нужно обязательно вот я должна понимаете я должна с ней беседовать я должна беседовать с нею а не с телефоном конечно ты сегодня гостей уже принимала теперь у меня гости девочки мальчики я как обещала я как обещала делаю следующую серию своих слайдов со своими работами значит я сейчас буду комментировать по ходу фотографий как будут меняться в кадре я постараюсь откомментировать все эти фотографии что это за техника как это делалось кое-что работы моей дочери кое-что совместные либо мои лично работы ну это то чем мы жили то чем мы занимались на протяжении ну уже скажем так больше 15 лет в общем-то фотографии конечно к сожалению сохранились не все фотографии некоторые слабого качества ну какие-то добыли телефоны либо там какие-то фотоаппараты не все удалось все работы снимать некоторые заказчики не хотели очень много в заказ делалось работ это какие-то эксклюзивные такие совсем одели единичные работы даже иногда оговаривали клиенты чтобы нигде не мелькали эти фотографии поэтому в общем то и на фотографиях не осталось чтобы эти работы нигде не показывались поэтому я показываю то что у нас есть то что мы нашли это будет это не последняя серия слайдов еще будут игрушки еще будут публикации наши и в общем-то много-много всего большое спасибо за поддержку что вы меня поддержали что вы сказали что вам это интересно все поехали буду рассказывать по ходу что мы видим на наших слайдах ну поехали что мы тут с вами видим первые фотографии которые сейчас идут на экране это цельноваленные жилетки без рукавочки натуральная шерсть ну на фелтинг с использованием гипюра либо натурального шифона шелка валяные полностью вручную мокрое валяние декор все это делалось вручную и на что я хочу обратить внимание без рукавочки цельноваленные и они не подрезались вот они сразу были рассчитаны таким образом чтобы уваливать и не подрезать никаких манипуляций не делать не подрезать не сшивать только все вручную валяне это очень высокое мастерство это дуплет значит это у нас мы печатали журнале дуплет это пелеринка вязаная вручную полностью тонкими спицами белая пелеринка фиолетовая пелеринка роспись шерстью вручную это все без использования машинки все ручное это все журнал дуплет пелери ны вязались вручную тонкими спицами спицы еще делал мой дедушка для моей бабушки это спец эксклюзивные ручной работы. Просто берегу как память, но они очень тонкие. Бабушка вязала ажурные перчатки и бабушка вязала тонкие чулки. Именно для этих целей он делал ей эти спицы. Поэтому кедмохер я использовала только итальянский, высокого качества. Если шарфы я вязала на машине, то все пелерины вязались вручную. Ну и роспись, естественно, делалась вручную. Все это украшалось шариками валенными, сухим мокрым способом. Вот вы видите со всех сторон эту пелеринку. Очень красиво смотрятся. Это туника. Туника, платье, как кто назовет, очень теплое, очень удобное. Тоже валено полностью вручную, без сшивания боков, полностью цельновалено, просчитывалось, уваливалось. Это без рукавки еще. Часть из них уехала в Германию, часть из них в Россию. Здесь по Украине много было продано с ярмарок в Киев, Одесса, Донецк, Луганск, во многих городах. И вот мое знаменитое, любимое колье. Продано оно было в Луганске на выставке. А это я участвовала с этим колье. Я участвовала в мероприятии, которое проводил Вячеслав Зайцев. Я участвовала несколько лет подряд, была приглашена и принимала участие. Я принимала участие девочки из моего клуба. Это вот мне диплом вручают, как руководителю клуба. И хочу немного остановиться на том, как отреагировал Вячеслав Зайцев, когда увидел это колье. Он остановился, он очень восторженный такой человек. У него такая сильная энергетика. Я в таком восторге была первый раз. Я не ожидала даже такой вот силы, харизмы от этого человека, ощущения. Вот какое-то такое ощущение от него. Знаете, он это очень сильный человек и это чувствуется. И когда он увидел это колье, он так остановился, сплеснул руками, соединил их и говорит, я знаю эту технику, это шерсть, это валяние, но такие тоненькие и нежные цветочки я еще не видел. А потом говорит, еще и кожа, еще и бусики. Ну, представляете, моему счастью не было, конечно, предела, что такой маэстро отреагировал так на мои работы. Он для меня всегда был кумиром. Еще моя мама всегда равнялась, вот Вячеслав Зайцев, вот он такой талантливый, такой вот молодой модельер, ну, в те времена. Для меня это всегда был, вот знаете, авторитет и кумир. Поэтому я была очень счастлива таким вниманием, своим работам. Ну, и потом я была еще приглашена, это было до наших событий в Донецке. Возможно, продолжались бы эти мероприятия еще. Это другой год. Я уже здесь с длинным волосом. Это сумочки. Девочки, есть такая техника. Вязание-валяние. Это вяжется, рассчитывается тоже. Размер, представляете, какой это размер. Размер ванной. Вяжется сумка размером с ванной. Потом это все уваливается и следится, чтобы это все было ровненько. Потом делается декор. Декор делался вручную. Это не на машинке валялось. Это все присоединялось, расписывалось вручную. К сожалению, низкого качества фотографии, возможно. Ну, простите, вот такие фотографии у нас остались. Сейчас мы уже делаем более качественные фотографии, более качественную съемку. Есть оптика более профессиональная. Ну, тогда вот это, посмотрите, сумочка делалась для персональной выставки моей дочерью. Это сухая роспись вручную. Это все делается буквально на одну иголочку. И роспись объемная. Эти рыбки, они объемные. Ну, это просто сумочка-косметичка. Обратите внимание, вот очешник какой. Сыр, к сожалению, сфотографирован только с одной стороны, но утеряны фотографии. Сейчас перед вами сумочка, которая называется невеста. Называлась, называется. Она была сделана на заказ. Невесте на свадьбу. Невеста прятала туда свои невестинские мелочи. К сожалению, тоже нет вблизи этой сумочки. Постараемся разыскать. Это капуста. Шарф капуста. Одно время они были очень в моде. И делалось тоже вручную, на щетку и на многоигольный кловер, без машинки. Машинка я расписывала только шарфы. Шарф и палантины. Это мокрое валяние вручную. Тоже шарф капустая и беретик. И вот еще. И белая и красная шапочка. Это вязаные шапочки и декорированные сухим валянием декор делался. Ну, это наши известные палантины. Роспись. Вот этот палантин, девочки, девочки, мальчики. Это вязаный и валяный. И потом декор цветами. Ну, это украшения тоже были в моде. Кто припоминает аксессуары, сережечки, брошечки. Вот даже котик наш заинтересовался. Он охотился на эти серьги. Это все сухое валяние иголочкой. Потихонечку на одну иголочку. Плечки мы делали. Но это больше дочь моя интересовалась. У нее подружки заказывали, покупательницы. Мы в следующих сериях слайдов покажем свой магазин, свой клуб. Это такие броши, украшения волосы на заколке, как в виде броши делались. Вот как раз обручи. И что я хочу сказать. Цветы на обручи я делала съемные. То есть его можно было использовать и как брошь, и приколоть к резинке и использовать. Такие работы у разных мастеров есть. Это у каждой мастерицы интересно попробовать сделать. Здесь жемчуг натуральный. Вот еще заколка для волос на резиночках. Конечно делали массу-массу украшений этих всех. Мы даже не имели возможности все снимать. Очень пользовалась спросом. Это все делалось в 2006-2012-13 год. Вот такие я еще делала украшения на шею, на волосы, пояса. Можно было использовать как колье. Вы видите. Сейчас тут на фотографиях будет видно. И даже у меня заказывали на дорогие бархатные шторы с цветами. У меня заказывали прихваты для таких штор, чтобы была длинная, массивная. Такой поясок длинный, массивный. И с множеством шариков, бутонов и маков. Вот так можно их носить было. Видите. У меня есть книга издательства Skif. Там как раз показано, как эти украшения можно сделать вручную без применения валяльной машинки. Вот, пожалуйста. Видите. Можно как поясок. Можно как украшение волос. Это то же самое украшение. Субтитры сделал DimaTorzok Это валяночки. Это делала моя дочь. Валенки валялись вручную. А украшение, декор делался... Это сухое валяние. Это объемное сухое валяние орхидеи. Нам предложили сделать персональную выставку в нашем донецком региональном клубе рукоделия, которая называлась Вдохновение. Это ярмарки. Кто сказал, что художник должен быть голодным? А это вот как раз мы стенды оформляем на персональную выставку. Кстати, даже где-то у меня есть видеозапись. На телевидении нас снимали. В следующий раз я это покажу. Все, мои дорогие подписчики. На этом я заканчиваю серию очередную своих слайдов. Рада была вас видеть. Очень благодарна, что вы заходите, смотрите, лайкаете и комментируете мои работы, мои видео. Большое вам спасибо за это. Заходите почаще. Буду радовать вас новыми работами, новыми идеями. Еще раз напоминаю о том, что у меня есть группа ВКонтакте, что у меня есть страница в Инстаграм. И найти меня можно по тем же позывным, что и мой канал. Мила Бали. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok